Продолжаем чтение книги Китсур Шулхана Рух для тех, кто по каким-либо причинам не может читать сам. Глава 39. Нееврейский хлеб и молоко. Еще в древности мудрецы Торы запретили евреям есть хлеб, испеченный неевреем. Однако в некоторых местностях существует обычай покупать хлеб у булочников неевреев, исполняя этот запрет только в отношении хлеба, испеченного неевреями для себя. Иногда при неблагоприятных обстоятельствах, например, в дороге, когда нет возможности приобрести еврейский хлеб или когда за ним нужно преодолеть расстояние, превышающее 3840 метров, разрешается есть нееврейский хлеб. Хлеб, который пекарь нееврея испек, не на продажу, а для своей семьи евреям все равно запрещен. Однако некоторые авторитеты Аллахи разрешают есть домашний хлеб нееврея там, где нет булочника, продающего хлеб. Если еврей принял хоть какое-то участие в выпечке хлеба, например, подложил полено в огонь, хлеб не считается нееврейским. Запрещен только хлеб, тесто для которого замешано на муке из пяти злаков. Хлеб же, испеченный из какой-либо другой муки, разрешено есть. Хлеб, который нееврей, перед выпечкой смазал яйцом, становится запрещенным даже при отсутствии других запрещающих факторов. Дело в том, что яйцо, испеченное, сваренное или жареное неевреям, относится к категории бешуль-нохрим. Печенье, испеченное неевреям, запрещено есть, потому что для этого смазывают противень некошерным жиром. Хлеб, замешанный евреем, но испеченный неевреем, считается худшим, чем хлеб, изготовленный неевреем для себя. Чтобы разрешить употреблять его в пищу, нужно, чтобы еврей хотя бы подкинул одно полено в огонь или посадил хлеб в печь. Молоко, надоенное неевреем, мудрецы также запретили еврею пить, так как в натуральном виде, так и в виде любых молочных продуктов. Однако, оно становится разрешенным, если с самого начала доения при этом присутствовал еврей, который проверил чистоту сосуда, куда сдаивали молоко. Причем это могут быть даже мальчик или девочка не младше 9 лет. Принято, чтобы для евреев молоко доили не в тот сосуд, в который неевреи доят для себя. На еврейской ферме, где не живут неевреи, можно разрешать неевреям доить молоко без наблюдения. Сыр, изготовленный неевреем, запрещен. Он становится разрешенным лишь при условии, что за его изготовлением наблюдал еврей с самого начала доения молока. Употребление сливочного масла, сбитого неевреем, зависит от обычая, принятого в данном месте. В одних местах его разрешают, в других запрещают. Однако, тому, кто заботится о чистоте своей души, от употребления такого масла лучше воздержаться. Глава 40. Бешуль-нахрим. К глубокой древности относится еще один запрет мудрецов Торы. Есть пищу, приготовленную на огне неевреям, то и так называемый бешуль-нахрим. Этот запрет распространяется только на пищу, ценную, как говорят в Талмуд, ту, которую подают на стол царям, и ту, которую не едят в сыром виде. Если же какой-то продукт принято также есть в сыром виде, а нееврей приготовит из него еду на огне, запрет бешуль-нахрим на нее не распространяется. Не имеет значения, приготовил ли нееврей пищу, на которую распространяется запрет в своей посуде или принадлежащей еврею. Если еврей принял какое-то участие в приготовлении пищи, хотя бы зажег огонь или поставил на него пищу, она уже не считается бешуль-нахрим. Еду, которую нееврей, даже служащий в еврейском доме, приготовил для себя, еврею есть нельзя, даже если он зажег для этого огонь. Некоторые авторитеты Торы считают, что посуда, в которой была приготовлена эта пища, тоже стала запретной. Поэтому, если такое произошло, следует обратиться за советом к Равину. Если для больного было необходимо приготовить в субботу пищу на огне, и это сделал нееврей, после окончания субботы эту пищу нельзя есть даже самому больному. Что же касается посуды, в которой она была приготовлена, то ее надо выдержать сутки без употребления, а затем можно использовать без каширования. Несмотря на то, что яйца можно есть сырыми, но если они приготовлены на огне неевреем, то также считаются бешуль-нахрим. Причина заключается в том, что обычно яйца едят сырыми или как лекарственное средство или при крайней необходимости. Варенье из недозревших фруктов, сваренное неевреем, также считается бешуль-нахрим. Как правило, на пиво не распространяется запрет бешуль-нахрим, однако следует проверить, не добавляют ли к нему в процессе приготовления винные дрожжи для усиления брожения. В этом случае его пить запрещено. Многие авторитеты Торы считают, что кофе без молока, какао и чай, приготовленный неевреем, пить запрещено. Однако другие разрешают, если это происходит лишь изредка. Глава 41. Вино неевреев Еще при жизни Маше Робейну было принято решение, что евреям запрещается пить вино, изготовленное неевреями. Более того, даже вино, изготовленное евреями, до которого дотронулся нееврей, пить нельзя. А согласно Кабале, если нееврей посмотрел на еврейское вино в незапечатанной бутылке, пить такое вино еврею запрещено. Нельзя даже покупать нееврейское вино для того, чтобы перепродавать его с целью заработка. Однако в лекарственных целях можно мыть нееврейским вином больного, даже если его состояние не вызывает опасений. Если нееврей дотронулся до кипяченого еврейского вина, вино не становится запрещенным. Современные авторитеты Торы считают, что тот же эффект оказывает процесс пастерилизации. Кушанье, содержащее вино, не становится запрещенным из-за прикосновения нееврея при условии, что вино в нем незаметно. При выполнении этого условия не имеет значения, было это кушанье прокипячено или нет. Еврейское вино, разбавленное в пропорции 1 к 6, уже не считается с точки зрения Аллахи вином и не становится запретным из-за прикосновения неевреям. Однако изюмное вино, для приготовления которого изюм заливали водой, Аллахар рассматривает как настоящее вино. Напиток, который изготовляют, заливая водой косточки винограда или виноградные дрожжи, тоже становится запрещенным, если к нему прикоснулся нееврей. Когда давят виноградный сок, выделяющийся из него приобретает статус вина, тогда, когда он сам начинает стекать в чан. Если его зачерпнули из довильни, он также считается вином и становится запрещенным из-за прикосновения нееврея, даже в том случае, если тот прикоснулся лишь к кожуре или косточкам винограда. Поэтому выжатый виноград, оставшийся в довильне в доме нееврея, запрещен для еврея, поскольку можно предположить, что из него вытекло еще какое-то количество сока. Нельзя, чтобы работник нееврей давил виноград даже в довильне, если ее сток закрыт. Даже после того, как из винограда получено первое и второе вино, нельзя позволять нееврею вынимать из довильни виноградные косточки и кожуру, так как на них все еще может остаться виноградный сок. Если нееврей разбавил вино водой с намерением разбавить вино, вино становится запретным. Однако, если у нееврея такого намерения не было, вино не запрещено, даже если в отношении его намерений есть сомнения. Обычный уксус из еврейского вина также становится запрещенным к употреблению из-за прикосновения нееврея. Однако, если уксус так крепок, что пузырится, когда его выливают на землю, прикосновение нееврея не влияет на его пригодность к употреблению. Уксус же из нееврейского вина запрещен, так же, как само вино нееврея. Спирт, водка, бренди и тому подобные, изготовленные из нееврейского вина, даже из косточек и кожуры винограда, которые давил нееврей, запрещены. Если эти напитки изготовлены из еврейского вина, прикосновение нееврея не делает их запретными. Когда нееврей дотрагивается до вина непосредственно рукой, не непосредственно рукой, а каким-то предметом, который он держал в руке, надо посоветоваться с раввином. Вино, изготовленное евреем, но прошедшее через руки нееврея, остается кошерным только в том случае, если пробка или кран сосуда опечатаны двумя печатями. Вино, принадлежащее нееврею, но изготовленное евреем, для продажи другим евреям, сомнительно даже тогда, когда при его изготовлении были соблюдены требования Аллахи. Тот, кому дорога его духовная жизнь, должен воздерживаться пить такое вино. Сосуды, предназначенные для кратковременного менее трех дней хранения нееврейского вина, можно использовать после того, как их хорошо вымыли в трех кодах. Но это разрешение не относится к просмоленным емкостям, глиняным или керамическим сосудам. Емкости, предназначенные для длительного хранения вина, три дня и более, кошеруют так. Их наполняют водой до краев, оставляют минимум на 24 часа, затем воду выливают и повторяют всю процедуру дважды. Так поступает даже тогда, когда емкость принадлежит еврею, а нееврей хранил в ней свое вино непродолжительное время. Между периодами времени, когда емкость стояла заполненная водой, могут быть перерывы. Однако, недостаточно залить ее водой и оставить стоять на несколько дней. Это надо сделать именно три раза, заливая каждый раз свежую воду. Некоторые авторитеты Аллахи считают, однако, что если нееврейское вино находилось в такой емкости целые сутки, такой вид кошерования уже неэффективен, следует прибегнуть к кипятку или огню. Стеклянные сосуды, поскольку они гладкие и твердые, достаточно хорошо промыть водой три раза. Сосуд, даже предназначенный для длительного хранения вина, из которого вылили кошерное вино, но внутри он остался мокрым, достаточно трижды промыть, если к нему прикоснулся нееврей. Способы кошерования, о которых говорилось выше, эффективны только тогда, когда еврейское вино было холодным. Если оно было горячим, кошеровать эту емкость можно только на огне или в крутом кипятке. О том, как кошеровать большие чаны из винодельни, следует посоветоваться с раввином. Любой сосуд из-под вина нееврея, простоявший пустым 12 месяцев, становится полностью разрешенным для использования, даже если случалось, что в течение этого времени в него наливали воду. Глава 42. Еда и питье перед началом трапезы. Тот, кто для возбуждения аппетита перед основной трапезой ест фрукты или сладости, произносит в начале соответствующее благословение, но не должен произносить заключительного благословения, поскольку эта еда не имела самостоятельного значения, а была как бы принадлежностью основной трапезы, бирката мазон, которую читают после нее, включая в себя выражение благодарности Всевышнему и за то, что ели перед тем. Однако, если фрукты или сладости ели просто для удовольствия, то это считается как бы самостоятельной трапезой, после которой надо произнести заключительное благословение. Поэтому, если заключительное благословение не прочитали вовремя, даже съев затем полную трапезу с хлебом и прочитав бирката мазон, все равно обязаны произнести заключительное благословение, относящееся к пище, которую ели до начала трапезы. Исключение составляют кондитерские изделия из пяти видов злаков, а также финики, поскольку они обладают свойством насыщать. По этой причине бирката мазон заменяет заключительное благословение, которое полагается произносить после них. И все-таки, если посреди трапезы вспомнили, что не прочитали заключительное благословение после кондитерских изделий или фиников, которые ели перед началом трапезы, следует немедленно произнести его. Тот, кто пьет перед началом трапезы, обязан после питья произнести заключительное благословение, творец множества живых существ, которую бирката мазон не заменяет. Если он забыл сделать это вовремя и вспомнил об этом только во время трапезы, он должен сразу же произнести это благословение, а если вспомнил об этом уже после прочтения бирката мазон, должен произнести это благословение, как только вспомнил об этом. Исключение составляет вино. Если его пили перед трапезой, заключительное благословение за виноградную лозу из-за плод виноградной лозы произносить не нужно. Причина заключается в том, что вино обладает свойством возбуждать аппетит и потому рассматривается аллахой как принадлежность трапезы, за которую благодарность Всевышнему тоже выражает бирката мазон. Точно так же кедуш в субботу или праздник рассматривается как неотъемлемая часть трапезы. Несмотря на то, что кедуш совершают ради исполнения заповеди об освящении субботы или праздника, поскольку Аллаха гласит, что кедуш совершают только на месте трапезы, бирката мазон заменяет заключительное благословение после выпитого вина. Если перед трапезой для возбуждения аппетита пьют водку или какой-нибудь другой крепкий алкогольный напиток, следует выпить меньше 25 мг. В противном случае возникает сомнение, следует ли произнести благословение «Творец множества живых существ» или нет, так как это питье может рассматриваться как необходимая принадлежность трапезы. Но если вино или крепкие алкогольные напитки пьют не для возбуждения аппетита, а только для удовольствия, после них обязательно произносится заключительное благословение, даже если сразу уже после этого начинают трапезу. Точно так же поступают, если их пьют ради исполнения заповеди о вдале. На исходе субботы, перед самым началом трапезы, милавэмалка. Но если забыли произнести заключительное благословение до начала трапезы и вспомнили об этом, уже приступив к ней или в конце ее, это следует сделать немедленно. Однако, если вспомнили об этом только после прочтения Беркат Амазон, читать заключительное благословение уже не нужно, так как Беркат Амазон уже заменил его.